Привет! Тренируя недавно своего подписчика, я заметил одну важную деталь, а именно то, что он плохо нажимает свои кнопки. Так как тренировка подходила к концу, я думал скинуть ему какой-то видос, чтобы он самостоятельно разобрался, ведь дота существует уже много лет и до меня уже думаю кучу раз сняли подобные видео. Вбивший этот запрос в ютуб, я охранял от жизни. Никто из всей кучи блогеров, которые есть на ру ютубе, дальше сраного полигон трейнера и овертрова и прочего говна зайти не смог. Я сильно этому возмутился и решил сделать детальный гайд на микроскилл, ведь на этом я собаку сел. Короче, погнали! Что такое микроскилл и почему это важно? Все мы знаем, что в доте есть два основных скилла, микроскилл и макро. Проблема в том, что большинство дотеров недооценивают или переоценивают микроскилл. Одни думают, что он почти не важен, другая категория думает, что он неимоверно важный. Я скажу, что одни и другие не правы. Но для начала вам нужно понять одну важную инфу, а именно сейчас я расскажу вам за уровни планирования, и вы поймете, какое место это занимает микроскилл. Стратегия. Это общий план действий, охватывающий длительный период времени. Это масштаб достижения сложной долгосрочной цели. Тактика. Это короткий ряд действий, направленных на достижение краткосрочных целей. Это действие может быть реализовано как за одну, так и за несколько конкретных задач. Оперативный уровень. Цели на этом уровне краткосрочные, и они не влияют на стратегический план. Обычно это повседневные рутинные дела. Стратегия в доте это сломать трон. Чтобы сломать трон, вам нужно сломать ТВРА и забрать Ршана. Это уже тактика. Чтобы сломать ТВРА, вам нужно золото и мертвые противники. Мертвые противники могут быть как частью тактики, если мы говорим про заход на хиграунд, так и частью микроскилла, если мы говорим про убийство загулявшего противника с целью разбора своего нетворса. Чтобы смочь забрать Ршана и ТВРА, вам нужен нетворс. Нетворс можно взять с убийства противника и с хорошей ланинг стадии. Для того, чтобы вы хорошо поставили лайн, вам нужно уметь добивать крипов, уметь агрить и реагрить, грамотно размениваться и хорошо жать кнопки, тогда вы будете переигрывать противника и получать золото. Это и есть микро, но в большинстве случаев поставить просто лайн недостаточно, так преимущество будет на оперативном уровне, то бишь на самом низком уровне. Для того, чтобы преимущество стало тактическим, нужно после хорошей лайн стадии сделать еще пару соло убийств, из-за чего вы получите такое преимущество в золоте, которое позволит вам купить условные бкб и нажать смока с командой и сделать какую-то вылазку, что позволит вам забрать товара или рошана, тогда ваше преимущество станет тактическим. Если сделать этот цикл пару раз, тогда вы сломаете трон и достигнете стратегической цели, как вы все понимаете, все идет от к малому к большему. Если вы поставили лайн плохо, тогда вы будете камбэкать, а не увеличивать свое преимущество. Если вы не знаете, когда ваши пиксилы и как правильно им пользоваться, тогда вы не сможете нормально разгоняться после лайнинга, и тогда элементарно речь про макро даже идти не будет, ведь у вас не будет нужного клеиста айтемов, чтобы смочь сделать какой-то макро мув, а даже если айтем у вас есть, то эффективность вашего макро мува всегда будет хуже, потому что за одну вылазку вы сделаете мало или вы получите чуть меньше денег, и так постоянно. Я конечно же немножко утрирую, но суть в темпе. Имея хорошее микро, вы можете существенно лучше реализовывать макро. Самое важное, что вы должны были тут понять, это то, что хороший игрок имеет и микро, и макро на высоте, и он понимает, что микро позволяет вам создать преимущество, а макро сохраняет и приумножает его. Теперь парни важные инфа. Если стало того, что Агабен закидывает тебе конченых тиммейтов, из-за которых у тебя луст трик, то знаешь, что лучшее место для отдыха, в котором ты можешь залутать кучу аркан, это будет сайт Дота Лут. Сейчас тут происходит осеннее приключение, в котором обновили задания и улучшены награды. Тут все просто. В первом нужно подписаться на группу ВК, где регулярно происходят розыгрыши. Во втором сменить никнейм. В третьем забрать бесплатную шмотку. В четвертом забрать еще одну бесплатную шмотку. Причем за каждые 15 уровней вы получаете гарантированную аркану, а за полное прохождение вам дарят трешерку за 55 кесов. Откуда ты гарантированно заберешь один из реально дорогих айтемов? Ведь дешевых тут просто нет. Также не забывай, что открытие актуальной трешерки дает дополнительные очки топа, участники которого получают очень ценные призы от Дота Лут, причем Every Day. А после всех этих действий у вас накопится куча маны, которую можно потратить на особую серию кейсов и порадовать себя хорошим дропом. Не говоря уже о двух бесплатных предметах, которые ты можешь забрать прямо сейчас по моей ссылке в описании. Ну и про промокод не забывай. Удачи! Сюда входит планирование своих действий в основном до одной минуты. Оно включает вашу реакцию на ситуацию, правильные порядки нажатия спеллов, выбор нужного таркета для нажатия кнопок, различные фишки и знания, которые ты можешь использовать для того, чтобы получить максимум результата. Это еще не все. Сюда включается Mind Games, но об этом мы еще поговорим. И все эти факторы ты тоже должен уметь просчитать и использовать себе во благо. Это и есть микроскилл, понятие нормального человека. Из чего состоит микроскилл? Насмотренность. Это опыт, который ты приобретаешь после того, как ты смотришь свой реплей. После чего ты понимаешь, как правильно нажать свои кнопки, в каком порядке, в какой таргет. Этот навык стакается со всеми другими категориями микроскиллов. И он очень важный. Знания. Тут все просто. Вы смотрите различные видео на ютубе, стримеров и нарезки, шорцы, тиктоки и замечаете какой-то забавный момент. И запоминаете, и берете себе его на вооружение. Например, я знаю, что в портал за сторону света можно заходить, находясь на лоуграунде, если мы говорим за этот портал. Еще один пример. Можно поставить супер быстрый вард, если закупить сапог и вард в начале игры. Заходить с собой курьера, потом через шип дропнуть сапог, потом продать его курьером, а с собой идти поставить вард. Так вы сможете поставить супер глубокий вард без смыка, который не успеет заметить и снять противник. Это все тоже микроскилл, ведь тут нужно правильное нажатие кнопок. В данном случае я проиграл в треноту, просто потому что они шарят за нынешнюю карту и просто не знаю, где и как можно завернуть. Также я не в совершенстве понимаю, как правильно работает пассивка тренота, из-за чего я упустил килл. После просмотра реплея я понял, что тут есть вот такой вот заворотик. И рано или поздно я буду в подобной ситуации и я буду знать, что тут вот можно пройти, из-за чего я смогу догнать противника. Майн геймс или игры разума. Это мой самый любимый вид микроскилла. Самый яркий пример это беготня в кустах. Суть в том, чтобы понять, какие действия будет делать противник, отлкнуться от этого знания и попытаться использовать их себе на пользу. Сюда же я добавлю предиктом спам орчада вокруг вашего персонажа, чтобы перманентно дать хекс. Или сайленс, потенциального акса. Ты понимаешь, что ты уязвимая цель. Ты понимаешь, что условный акс хочет тебя прыгнуть. Заведомо готовишься и переигрываешь противника. Вот еще пару примеров майн геймс. Я замечаю, что Лина фармит лайн. Я прочитал его маршрут, плюс вспоминая, как я сам попался на эту же ловушку от другого кири игрока. Я понимаю, что сейчас Лина будет фармить этот спот. Я залажу в крипа, имитирую действия, даю клайп, вылажу с крипа, сразу после чего вожу рейдж и даст, и спокойно убиваю ее. Я должен как-то убежать от противника. Я захожу в портал, за мной приходит квопа. И миран, мирана я убиваю, после чего понимаю, как только квопа тапнутся за мной, я все равно от нее не убегу. Но так как она порталится ко мне, а анимация портала уже воспроизводится, я принимаю решение сразу же зайти в портал. Поэтому относительно в копы я буквально испарился. Это и есть майн геймс. После забора Рошана я вижу антимага, на которого нападаю. В тот момент, что я на него нападаю, я замечаю, что Леон хочет ему помочь и его засейвить. Я понимаю, что он кинет в меня стан. Я отхожу от потенциальной траектории стана и спокойно добиваю антимага. Я часто прыгаю под Т4 Тавер, когда захожу на хэгграунд, потому что знаю, что противника в основном стоят под Т4 Тавером, и они думают, что я с Эггисом сразу буду бить Тавер после захода на хэгграунд. Но я знаю, что они думают, отталкиваюсь от этой теории и использую себя в благо. Этот челик на пугне даже не понял, что я его переиграл. Он реально думает, что какой-то дурачок, который прыгает под Т4 Тавера по прикулу, а не потому, что я все заранее прочитал. Я знаю, что я там никак умереть не мог. Собственно, сова реакция. Объяснять ничего не нужно. Это скорость реакции на ситуацию. Сюда включаются различного рода АИМ, Монта Додж, Трекинг, Хитн Ран и так далее. Это то, что большинство дотеров принимает за микроскилл. Привычки. Это супер важная часть микроскилла. Сюда включаю разгон нервной системы. Но вы же видели, как условный инбоссик, как сумасшедший кликает по клаватуре. Это не просто так делается. Это делается для разгона нервной системы. Проще говоря, он раскликивается. Привычка это, когда у тебя определенные айтемы стоят на определенных местах. Когда ты переключаешь ПТ, запишиваешь тайминг Рошана. Это тоже все микроскилл. Использование шифта и топорика при погоне за киллом. Вывод курьера в начале игры. Использование кнопки S для того, чтобы отменять анимацию способностей. Например, на том же аксе можно рубить противника в 2-3 раза. Так вы будете байтить противника на потенциальный стик. И в случае чего не сломайте себе топор. Тут еще есть куча моментов. Но видос, думаю, и так достаточно длинный. Так что если вы наберете много лайков, допустим тысячи и не знаю сколько. Тогда я выпущу другую часть. Где подробно расскажу вам за привычки, которые полезны для вашего микроскилла. Так что поделитесь этим видосом с друзьями. И напишите пару комментариев для продвижения. Теперь затронем полигон тренер. Проблема полигон тренера в том, что он учит вас только реакции. Но дота это стратегия. Понимаете? Вы учитесь самому низменному. И самому редко используемому навыку в доте. Который еще и требует постоянного внимания и времени. Чтобы ваши навыки не откатились обратно. Поэтому существенно лучше будет ласхитить крипов и заниматься другими вещами, за которыми мы еще поговорим. Называние микро нужно тремя способами. Знание, реплеи, привычки. Знание. Если у вас богатый объем знаний, то вы в точности знаете, как работает каждый спелл. Знаете, как его контрить, какой кулдаун у каждого спелла, какой ранж применения и какой урон. Зная это, вам существенно проще будет в каждом файте. Ведь для вас каждый файт будет легко читаться. И вы понимаете, после нажатия какой кнопки, вы сможете в него в принципе зайти. Если вы посмотрели кучу видосов и будете подчеркивать самые практичные фишки из них. То каждый раз вы будете все более сильным челом. Тогда у вас будет такой багаж знаний, который позволит вам существенно лучше взаимодействовать с миром доты. И существенно лучше планировать каждый свой шаг. Для достижения лучшего результата. И вот что позволит вам черпать знания. Дота Вики. Тут описано куча механик и тонкости работоспособностей в мельчайших деталях. Если вы найдете своего персонажа, то вы найдете кучу различных фишек, которые позволят тебе познать еще лучше своего героя. И следствием чего это позволит тебе лучше на нем играть. Точно так же это и касается и айтемов. Практика. Тут ничего нового. Если ты много практикуешься, то спустя время ты случайно будешь находить определенные фишки, баги и механики, которые ты сможешь использовать. Самое главное записывать эти фишки и думать, когда и как ты сможешь их применить. Но чем дольше ты играешь на том или ином персе, тем сложнее тебе будет находить что-то новое. Ютуб. Думаю, я никому не раскрою секрет, что на ютубе есть куча различных видосов, посвященных вашему герою. Где в одном видео рассказано куча различных фишек и механик, которые можно применять на вашем персонаже. У меня есть такой гайд, посвященный Хаос Найту. Думаю, и для вашего персонажа найдется сборник фишек. Самое главное безумно не смотреть эти видео, а пытаться брать на вооружение все эти фишки и использовать в каждой игре. Реплеи. Давайте возьмем два примера. Намечается файт, где наш парень, во-первых, сначала ультует, потом заходит в драб, выигрывает его команда или нет, но он уже призвал ульту. После блинка наш герой дает стан в полуживого котла, хотя для того, чтобы его убить в данном случае, хватило бы два удара сабли. После чего он рифтует полудохлый легион и дальше идет пешком убивать рейки. Хотя если он правильно распорядил бы ресурсы, то рифт он потратил бы на легионку, а стан откинул бы в рейки, а котла убил бы с двух ударов сабли. Ну и конечно же, у него нет дастов, чтобы этот стан долетел в таргет и не справился в полете. Как вы видите, в обычной ситуации, где казалось бы все просто, наш персонаж отстает на три шага от меня. Потенциально он мог бы потратить ульту зря и зайти в проигрышную драку, ведь он не посмотрел куда вообще заходит. В следующий раз ему нужно просто думать в кого и как он должен наживать свой контроль. Он вообще должен осознавать, что у него есть три источника контроля. Не стан рифт, а стан рифт и сабля. Возьмем этот пример. Я прыгаю тут на цк и пытаюсь убить джаггера, так как противник обладает высоким микроскиллом, я просрал в него свой стан. Вы скажете, что это джаггернау, тут ничего нельзя было сделать. Я скажу, что эту проблему можно было решить. И тут уже начинается майтгеймс. Я хочу напасть на джаггера. Джаггер это знает, но я хочу его убить. Зная это, я могу фейкануть станом рифтом и начать бежать в сторону противника. Потом прокликивать его крутилку и по конец своего действия дать стан. Так, чтобы от случай того, если у него есть манта, он не успел ее нажать и задолжить мой стан. И тему подобных моментов в доте может быть очень много. Случай с джаггернаутом можно перенести и на гулю, и на урсу, и на героя с бкб. Самое главное, быть тут фулл фокус и подумать, как ты можешь задоджить переградой для убийства героя. Но тем не менее, я выбрал чуть более простой метод. Противника я поймал просто на жадности. Вам нужно каждый раз добавлять понемногу нужные привычки в игру и полезных настроек. И в идеале вы должны использовать по максимуму все бинды и функции в доте, которые только есть. Открытие лав, закупка айтемов, глиф, скан. Знать, за что отвечает каждая кнопка в курьере. У вас должны быть подконтрольные юниты, настроенная камера, она у меня стоит на 8к, больше ее функционал. Касательно привычек, вы должны каждый раз перед нападением на противника чекать. Есть у него лоту, стики и фейрик. Точно так же это касается чеканья времени. Вы должны понимать, что на 6 минуте мидер 6 левел. На этой же минуте спавнится активка. Это идеальное время, чтобы меня загангать. На 7 минуте спавнится руна опыта, из-за чего четверка скорее всего кинет своего офлайнера. Это возможность убить его. На 10 минуте спавнится катапа. На 14 минуте спавнится руна для вас. Ну и так далее. Прочекывание айтемов у героев по всей карте. Чтобы не дать стан, дум, свап, дуэль в линку. Чтобы не нападать на героя с БКБ. Чтобы на вас не напал герой с блинком и БМом. Чтобы вовремя заметить квадрстаф у противника и уже начать прейфом собирать МКБ. Привычка стакать кемпы, обузить пта и еще куча всего, что позволит вам быть лучше, чем противник. Например, у меня, несмотря на то, что я керри, настакано около 25 тысяч лесных кемпов. Все эти привычки позволяют мне существенно лучше взаимодействовать с миром доты. И вследствие чего выдавать существенную лучшую КПД. За единицу времени. И помните, что в доте нет мелочей. Мелочи это наоборот ваш ресурс, который позволяет вам выделяться по сравнению с противником. Ну и на этом все, гайз. Если вы хотите стать лучше, тогда вы можете купить мне тренировку ВК. Где мы разберем ваши ошибки. Как геймплейные, так и ментальные. Что позволит вам играть лучше. Удачи!